Друзья, всем большой привет! На связи с вами Артем Виталиевич, ну или можешь просто меня называть Виталиевич. Ты на канале подготовки к ЕГЭ и Олимпиадам по физике, но сегодня не будет речи ни про ЕГЭ, ни про Олимпиады. Сегодня будет речь про физику, про равномерное движение. Мы поговорим с вами о том, что такое путь и перемещение, в чем их разница, что такое траектория, как найти среднюю скорость движения, если мы в разных участках движемся с разной скоростью. Будет очень интересно. Кому подходит этот ролик? Этот ролик подходит для всех, кто находится в 7, 8, 9 классе. Ну или если ты находишься в 10-11 классе и ты хочешь углубиться в тему равномерного движения, welcome тебе также этот ролик подходит. Если ты готовишься или будешь готовиться к ЕГЭ и Олимпиадам по физике, обязательно подписывайся на мой телеграм-канал, а также не забудь подписаться на этот ютуб-канал и поставить лайк данному видео. А если ты хочешь получить еще классный конспект по этому ролику, то иди в описание, нажимай на ссылочку и получай конспект этого ролика. Итак, погнали, разбираемся в равномерном движении. Итак, давайте сначала поговорим о том, да, введем некоторые определения различных вообще, скажем так, величин, терминов и прочего. Что мы с вами изучаем? Мы сейчас с вами изучаем механическое движение. Что же такое механическое движение? Механическое движение — это изменение в пространстве положения нашего тела или частей этого тела относительно других тел. Вот это у нас механическое движение. Супер. Да, я думаю, в принципе, с этим термином там все знакомы. Теперь давайте подумаем вот над чем. Представьте, что у нас тело находилось в точке А, и через некоторое время оно оказалось в точке Б. При этом перемещалось оно вот по такой замечательной линии. Есть три очень интересных термина. Это траектория, путь и перемещение. Давайте разберемся, что каждый из них означает и в чем, собственно, их разница. Что такое траектория? Траектория, по сути дела, это линия, вдоль которой перемещается наше тело. Траектории могут быть совершенно разными. Она может быть прямая, может быть окружность, может быть какая-нибудь кривая. Тело может, например, перемещаться по параболе и прочие-прочие прелести. Теперь давайте поговорим о том, в чем принципиальное отличие между тем, что такое путь и что такое перемещение. Ведь на самом деле и то, и то вроде как некоторая длина, но не все так просто. Итак, что такое путь? Смотрите, друзья, путь это именно длина траектории. То есть вот у нас есть замечательная вот эта синяя линия. Давайте возьмем с вами синий цвет и обозначим с вами то, что L у нас это путь. Соответственно, здесь подпишем то, что это у нас длина траектории. Длина траектории. В чем измеряет, соответственно, наш замечательный путь? Наш замечательный прекрасный путь, единицы измерения его, вот такие скобочки квадратно возьмем, это у нас метры. Что такое перемещение? Что же такое перемещение? Перемещение это вектор, вектор, который соединяет начальное и конечное положение нашего тела. То есть это стрелочка направленная, которая проводится из начала, соответственно, там, где наше тело было и в ту точку, где, соответственно, мы потом окажемся. То есть путь это длина траектории, перемещение это у нас вектор, соединяющий начальное и конечное положение. И если, когда мы говорим о том, что чему равно, допустим, наше перемещение, перемещение тоже может измеряться, соответственно, в метрах в системе синий, даже не то, что можно, оно измеряется у нас в метрах. По сути дела, перемещение, если мы хотим найти модуль перемещения, или какое у нас перемещение произошло, мы хотим найти длину этой стрелочки. Вот фокус в том, что если вы перемещаетесь, например, по окружности, точнее, двигаетесь по окружности, то получается, что у вас путь, например, за один оборот будет равен длине окружности, но при этом ваше перемещение будет, собственно, равно нулю, да, потому что у вас, допустим, если вы совершили полный один оборот, там, где вы были, там и остались. Хорошо, значит, мы познакомились с этими прекрасными базовыми терминами. Формулы. Какие нам нужно знать формулы? Ну, самое главное, что если, допустим, у нас движение равномерное, да, то при равномерном движении наш замечательный путь – это скорость, умноженная на время. Ну, я думаю, с этой формулой все знакомы. Единственное, о чем хочется здесь поговорить, да, что, соответственно, и в чем измеряется. Путь прекрасный у нас. Ну, кстати, под S может быть и путь, и перемещение, но давайте так. Пока мы сегодня будем с вами говорить о равномерном движении вдоль прямой, да, то есть вдоль одной прямой. Поэтому, когда мы двигаемся вдоль одной прямой и при этом не меняем направление движения, то для нас путь и перемещение – это одно и то же. Если, соответственно, мы двигаемся с вами равномерно, то есть с постоянной скоростью, мы можем двигаться не с постоянной скоростью, то, соответственно, наш замечательный путь, да, это у нас скорость умноженная на время. Ну, либо можем здесь обозначить буквкой L. На самом деле, как обозначать здесь S или L, и то, что у нас с вами под S подразумевается перемещение, а под L путь, на самом деле это условно. То есть и под S мы тоже можем называть путь. Самое главное, вы должны просто понимать именно для себя внутри отличия между тем, что такое путь и перемещение, а обозначать как угодно, как, соответственно, вам нравится. Поэтому обычно, как правило, все же мы здесь обозначаем с вами просто-напросто S. Значит, путь наш замечательный измеряется в метрах. Время в чем измеряется? Давайте здесь обозначим, да? Время обозначается в физике в системе Си в секундах. Запомните, длина в метрах, время в секундах, в чем будет измеряться, соответственно, скорость. Ну, если мы с вами возьмем эту формулу, да, S поделить на T, получается у нас метр делен на секунду. Скорость у нас измеряется в метрах в секунду. Теперь давайте поговорим о том с вами, что такое средняя скорость. Средняя скорость, по своему определению, это весь путь, весь путь, поделить, соответственно, на все время. Вот я бы так зафиксировал эту формулу. Если мы хотим найти среднюю скорость в процессе нашего движения тела, то средняя скорость – это весь путь, деленный на все время. Сегодня парочку задач мы с вами на среднюю скорость обязательно разберем. Теперь, друзья, давайте с вами рассмотрим следующую ситуацию и получим интересную формулу, которая называется уравнение движения тела. Итак, мы с вами рассматриваем равномерное прямой линейное движение. Представьте, что у нас есть некоторая ось, ось Х, так? Наше тело находилось в точке А и оказалось в какой-то момент времени в точке Б. Была у нас начальная координата Х0, да? В конце, соответственно, стала координата Х конечная. Известно следующее. Известно, что наше тело двигалось равномерно. То есть наша скорость была постоянная. Когда мы в физике пишем вот эту штуку замечательную const, это означает, что величина константа. Константа, то есть она постоянная в течение времени, она не меняется. Так вот, мы двигались с вами с постоянной скоростью. Сразу же давайте отметим, что означают вот эти индексы Х. Пока на них особо обращать не стоит внимания, но вот эти индексы Х, они показывают то, что мы рассматриваем движение именно вдоль оси Х. Чуть позже мы узнаем, что это называется красивым словом проекции. Пока особо можно не заморачиваться, просто говорим о том, что, соответственно, это наше движение, там, рассматриваем движение относительно оси Х. Так вот, если мы двигаемся с постоянной скоростью, нам несложно записать формулу, да? Что, соответственно, наше перемещение вдоль одной оси, это скорость умножить на время. Но, если мы с вами геометрически, да, сюда визуально посмотрим, то мы поймем, что наше перемещение, оно чему будет равняться? Наше перемещение, это, получается, конечная координата минус начальная. Ну, потому что, если у нас здесь, например, координата 10 метров, а здесь у нас координата 60 метров, да? Сколько мы прошли? Мы прошли с вами 50 метров. Поэтому, чтобы найти вот это перемещение, нам надо взять просто-напросто из конечной координаты и вычесть начальную. Из конечной вычитая начальную, находим, собственно, с вами перемещение. Окей. По сути дела, это перемещение может быть как положительным, так и отрицательным, да? Если наша конечная координата будет больше начальной, наше перемещение положительное. А если перемещение, ну, точнее, если конечная координата будет меньше начальной, то перемещение наше будет отрицательным. Что это означает? Это означает, что если у нас перемещение отрицательное, то что мы просто с вами двигаемся в противоположную сторону оси Х. Поэтому помните, кстати, всегда следующее, что если у нас вот эти величины замечательные, которые стоят с индексом х, да, если у нас направление движения происходит сон направленной оси х, то тогда у нас перемещение, соответственно, и скорость будут положительные. Если мы будем двигаться против оси х, то, соответственно, и скорость, получается, у нас будет отрицательной, мы будем считать ее, и наше перемещение тоже отрицательное, ну, а точнее, вот эту проекцию, именно, то есть наше действие, которое у нас происходит по оси х. Так вот, возвращаемся, соответственно, к этим замечательным формулам, что мы с вами получаем. Если мы объединим вот эту формулу и вот эту, мы получаем, что конечная координата минус начальная равна скорость умножить на время, да? Дальше давайте мы х нулевое махнем направо. Получается, что конечная координата это начальную плюс скорость умножить на время. Ну, в целом вполне логичная формула. И давайте ее перепишем вот таким образом. Единственное, мы х конечная заменим на х от t. Ну, что это означает х от t? Это означает, что мы хотим находить координату в какой-то момент времени. Просто давайте сразу для примера, да? Что это означает? Это наше уравнение движения. При помощи этого уравнения движения вы можете находить положение вашего тела в пространстве в любой момент времени. То есть представим, что у нас есть такая формулировочка задачи. Наше тело находилось в координате 10 метров. Координаты у нас так же, как и пути, расстояния, соответственно, все измеряются в системе Си в метрах. При этом известно, что тело двигалось... Ну вот давайте сначала рассмотрим, что оно двигалось со скоростью, например, 2 метра в секунду. Именно положительное. То есть вот у нас, соответственно, с вами есть некоторая ось Х. Вот здесь, допустим, у нас был нолик. Вот здесь у нас вот эта координата Х0. Сейчас давайте ее вот здесь сверху подпишем. Х0, вот это наши 10 метров. И, допустим, мы с вами хотим найти координаты Х от 5, Х от 5, Х, допустим, от 7. Что это означает? Это означает, что я хочу найти координату в момент времени, когда прошло 5 секунд и когда прошло 7 секунд. Вы берете вот это вот замечательное уравнение, да? Х от Т равно Х0 плюс ВХ, умноженное на время Т. Ну и давайте с вами подставим вот эти начальные данные. Х0, 10. Скорость ВХ у нас 2 и умножить на время. Вот наше замечательное уравнение в частном случае. Это уравнение движения именно. Это означает, что благодаря этому уравнению, да, я могу подставить какой-то момент времени Т, и я получу координату. То есть я легко могу найти, где находится у меня тело в момент времени 5 секунд. Вот еще раз, вот эта вот пятерочка. Это означает, что я хочу подставить в это уравнение, да, время 5. Получается 10 плюс 2 умножить на 5. Ну и сколько у нас получается? 2 на 5, 10, да, и плюс 10. Получается 20. 20 метров. Это я что знаю? Я знаю то, что у меня тело будет через 5 секунд находиться вот в этой координате 20 метров. Ну а через 7 секунд аналогичным образом, да, 2 умножить на 7, 14 плюс 10, 24. То есть, соответственно, через 7 секунд где-то будет находиться здесь. Соответственно, это уравнение движения позволяет мне находить не просто какой-то определенный момент. Я могу, в принципе, при помощи этого уравнения движения понять, что происходит вообще в целом с моим телом. Ну, в данном случае мы двигаемся равномерно, поэтому здесь прям ничего особо интересного не происходит. Но в более каких-то общих сложных конструкциях именно уравнение движения для нас очень ценно с точки зрения, соответственно, физики. Теперь давайте рассмотрим вот какую штуку. Представьте, что мы бы с вами двигались вот в этом случае, когда у нас скорость положительная сейчас. Это означает, что мы двигались с вами вот в эту сторону. То есть, у нас координата увеличилась, мы двигались со-направленно с уфи х. Но представьте, что, к примеру, нам будет известна следующая ситуация. Что мы находимся вот здесь, в этой координате. И при этом мы двигаемся со скоростью, направленной против оси х. Известно, что модуль скорости, значение нашей скорости 2 метра в секунду. Но если мы будем с вами двигаться против оси х, то вот здесь мы с вами обозначим то, что наша скорость будет минус 2 метра в секунду. Что тогда здесь произойдет? Вот здесь у нас тогда с вами будет минус 2, да? Потому что если мы двигаемся с вами против оси х, то очевидно у нас координата уменьшается. И вот, допустим, в момент 5 секунд, в момент времени 5 секунд, ну а что получается? Значит, с координатами начальная была 10, минус 2 умножить на 5, и в итоге у нас получается 0. Но это вполне логично, да? Потому что если у нас скорость по модулю 2 метра в секунду, мы умножаем на 5 секунд, получаем перемещение 10 метров, начальная координата была 10 метров. 10 минус 10, как раз через 5 секунд мы окажемся вот здесь. То есть в случае, если мы двигаемся с вами против СХ, в этом уравнении, в этом уравнении, скорость у нас должна быть отрицательная. Супер. Теперь давайте вернемся, соответственно, вот к этой замечательной истории. Мы получили с вами уравнение движения, да, зависимость координата от времени. И нам надо подумать, а если я хочу построить график X от T, что это за график? Ну, на самом деле, ребят, вот здесь в частном случае, здесь в общем случае видно, что это линейная функция. Почему это линейная функция? Ну, потому что X0 константа, VX константа, это то же самое, друзья, то же самое, что Y от X равно, соответственно, допустим, там, 5 плюс 3 умноженное на X. Это то же самое, это то же самое. Что мы с вами запишем KX плюс B, да. Уравнение прямой в математике у нас как определяется? KX плюс B. K троечка, B, соответственно, пятерочка. В данном случае у нас K это VX, B это X0. Ну, а, соответственно, T это X, а X это Y. Просто такая вот замена понятия произошла. Поэтому, если мы говорим о том, как выглядит график зависимости координаты от времени при равномерном прямолинейном движении, это прямая. Только прямая, соответственно, не горизонтальная, прямая как-то направленная под наклоном. Потому что все же у нас координаты меняются. Ну, то есть, если у нас будет прямая горизонтальная, это означает, что у нас координата не меняется, да. Если координата не меняется, значит, мы с вами покоимся. Нет, здесь мы все же, ну, говорим про движение, то есть, все же мы двигаемся, да. Теперь смотрите, как выглядит у нас график зависимости скорости от времени при равномерном движении. Это просто такая замечательная прямая. У нас скорость постоянно, да, у нас везде одинаковая скорость. Супер. Значит, запомните следующее. Если вы видите, что у вас зависимость координаты от времени, это прямая линия, значит, это равномерное движение. Если вы будете видеть некоторую параболу, это равна ускоренному движению. Об этом мы с вами будем говорить чуть позже, да, у нас будет отдельное занятие по равномерному движению. Так, окей, значит, с этим мы определились, как выглядит у нас зависимость координаты от времени, скорость от времени. Еще один интересный момент. Смотрите, если вы у графика скорости от времени, если вы у графика скорости от времени посчитаете, например, площадь, если вы у графика скорости от времени посчитаете площадь, то вы найдете не только площадь под этим графиком, но вы, по сути дела, найдете ваше перемещение. Площадь под графиком скорости от времени, какому-то определенному моменту времени Это на самом деле наше замечательное перемещение И самое интересное, это работает при любом движении То есть если мы даже представим, что у нас скорость от времени Скорость от времени менялась бы вот по такому закону Вот представьте, что у нас скорость от времени будет меняться вот по такому закону И у нас спросят, вот какой-то здесь момент времени, не знаю, здесь рандомно что-нибудь Здесь 10, здесь 4, здесь 2, ну давайте это в метр в секунду будет, да, это в секундах. А здесь у нас, соответственно, допустим, 8. Вот у нас двигалось тело вот таким образом, чему равно расстояние, которое прошло тело к моменту 10 секунд. Ну, начиная, соответственно, естественно, с нуля. Все очень просто, вы говорите, ха, это легко решается, просто давайте найдем площадь, площадь всей фигуры под графиком скорости от времени. И вот эту площадь, если вы найдете, вы, соответственно, получите как раз именно ваше перемещение. Понятно, что эта площадь ищется легко, да, это у нас трапеция вот здесь. То есть, смотрите, еще раз, вот именно эта штука, это у нас трапеция, только такая перевернутая, да, на бок ее положили. А здесь у нас замечательный прямоугольный треугольник. Посчитайте, две эти площади не составляют никакой проблемы, и вы тем самым найдете путь. Ну, а теперь давайте с вами что сделаем? Правильно, давайте решим задачки. Итак, к задачам! Погнали! Ну что, задача номер один, значит, условия задачи у нас есть на экране, давайте, собственно, так же его быстренько сейчас прочитаю. Мяч упал у нас с высоты 3 метра, отскочил от пола и был пойман после отскока на высоте 1 метр. Во сколько раз путь, пройденный мячом, больше модуля перемещения мяча? Значит, смотрите, как это все счастье у нас выглядит. То есть, ну, представим себе некоторую, допустим, ось. Значит, у нас ноль, это земля, да, дальше мяч упал с высоты 3 метра, то есть вот здесь у нас высота, давайте покажем, что мы измеряем в метрах, высота здесь у нас 3 метра, вот здесь у нас был мяч. Вот у нас он упал, да. И дальше, что он должен у нас был сделать, значит, он у нас отскочил от пола и был пойман после отскока на высоте в 1 метр. Значит, он отскочил и где-то вот здесь вот на высоте в 1 метр, соответственно, мы его поймали. У нас спрашивают, да, во сколько раз путь, пройденный мячом, больше модуля перемещения мяча? Какой путь мы с вами прошли? Путь, это у нас длина траектории. Смотрите, мы здесь прошли 3 метра, да, и еще, соответственно, 1 метр. То есть, наш путь это 3 метра и плюс 1 метр. Суммарный путь 4 метра. Теперь, чему равно у нас перемещение? Перемещение это у нас отрезочек, да, который вектор, соединяющий начальное и конечное положение. Вот оно, по сути дела, наше перемещение. И мы видим, что наше перемещение, да, это как раз конечная координата 1 метр, минус начальная координата 3 метра. Наше перемещение минус 2 метра в соответствии с осью. Но это если мы говорим про проекцию, то есть перемещение вдоль оси у нас минус 2 метра. Ну а если мы говорим про модуль перемещения, то получается, что у нас модуль перемещения 2 метра. Во сколько раз отличается путь у нас от перемещения? Ну 4 делим на 2, получается путь в 2 раза больше, чем перемещение. Как видите, не всегда путь совпадает с перемещением. Поехали, следующая задача. В следующем номере у нас самолет пролетел по прямой 600 километров, затем повернул под прямым углом пролетел еще 800 километров чему будет равен модуль вектор перемещения в километрах нашего самолета давайте еще раз самолет пролетел по прямой 600 километров то есть вот нас берет самолетик летит и пролетает соответственно дистанцию в 600 километров так потом сказано что он берет поворачивает под прямым углом и пролетает еще 800 километров то есть он взял ну допустим повернул вот сюда вот направо повернулся на право и пролетает еще 800 километров нам надо найти модуль вектор перемещения смотрите мы были здесь с вами в точке а должны оказаться в точке b мы перемещаемся вот таким вот образом именно вот этот замечательный вектор давайте вот нарисуем его именно даже как вектор вот именно этот замечательный вектор направленный прекрасный отрезочек да и то есть наше перемещение как найти длину этого отрезка. Как найти длину этого отрезка? Ну, у нас здесь, господа, прямоугольный треугольник. Кажется, теорема Пифагора нам, собственно, поможет. То есть, тем самым, можем записать, что у нас модуль нашего перемещения в квадрате равняется, соответственно, давайте, скажем, пусть это точка С, получается АС в квадрате плюс ВС в квадрате. Ну, и значит, наше С будет считаться как корень из... Смотрите, вот что здесь очень интересно. У нас единицы измерения все вне системы Си, да, надо километры по-хорошему перевести в метры. Но от меня ответ просят конкретно, допустим, в этом номере дать в километрах. Что можно сделать? Можно все посчитать в километрах. То есть, мы берем с вами 600 километров, возводим в квадрат, плюс 800 километров тоже возводим в квадрат. Что же у нас с вами получается? Смотрите, ну, 600 в квадрате это у нас сколько получается? 6 в квадрате 36, да? И еще получается 1, 2, 3, 4. Километры тоже на самом деле возводятся в квадрат. То есть, здесь километры квадратные плюс 800 в квадрате, ну, 8 в квадрате это 64 и 1, 2, 3, 4, да? И тоже километры квадратные. Если мы просуммируем, у нас получается сколько? Это типа 360 тысяч, да? Плюс 640 тысяч. 360 плюс 640 это у нас получается миллион, да? Там километров квадратных. Надо корень извлечь. Корень из миллиона это у нас тысяча. И смотрите, у нас получается будет миллион, да? Километров квадратных под корнем. Но если мы корень извлечем из километров квадратных, то у нас как раз останутся просто-напросто километры. Итак, ответ. Наше перемещение составило 1000 километров. Кстати, можно было легко догадаться до того, что по сути дела это у нас египетский треугольник со отношением сторон 3х, 4х, 5х. То есть мы видим, что у нас здесь 3х, 4х, прямой угол, значит эта сторона должна быть 5х. Если это 600-800, значит это как раз 1000 километров. Супер. Надеюсь, собственно, с этой задачей понятно, как мы рассмотрели. Как видите, опять же, путь у нас сколько будет? 600 плюс 800, то есть наш путь составил 1400 километров. А перемещение составило лишь только 1000 километров. Поехали к следующему номеру. Следующая задача, что у нас здесь происходит? Значит, смотрите, на рисунке, вот, пожалуйста, рисунок, да, представлен график зависимости координаты от времени для тела, которое движется вдоль оси x. Итак, координата типа увеличивается, потом, смотрите, она не меняется. Именно координата, да, заметим, что это координата, не меняется, потом, соответственно, уменьшается, потом опять не меняется. То есть мы двигались вдоль оси x, потом стояли на месте, потом опять же равномерно двигались, но, видите, координата у нас уменьшает, Значит мы двигались против оси Х И потом мы стоим на месте в координате 0 Что у нас спрашивают Чему равен путь тела за время от 0 до 6 секунд Так, ага, что у нас спрашивают путь Путь это расстояние Точнее это длина у нас траектории Сколько мы с Мартом, получается, прошли Вот что такое путь Ну смотрите, у нас была координата 0 Стало 10, да, за одну секунду Получается здесь мы проходим расстояние какое Мы проходим расстояние 10 метров 10 метров мы прошли Здесь мы ничего не проходим Мы стоим на месте А потом мы обратно, да Вот у нас в момент времени 6 секунд координата 0 В момент времени 4 секунды координата 10 метров То есть получается мы обратно прошли 10 метров Значит сколько у нас суммарный путь будет От 0 до 6 секунд 20 метров Но вот вопрос такой А если у нас спросят, например, про перемещение Чему у нас равно суммарное перемещение Мы вот здесь переместились на 10 метров Здесь мы стоим У нас перемещение 0 И здесь мы перемещаемся на минус 10 метров У нас координата начальная получается вот на этом интервале 10 метров, конечная 0 Поэтому у нас перемещение здесь минус 10 метров Ну, а можно было еще проще, да, на самом деле То есть это я просто как бы посчитал суммарные перемещения Вот на этом участке, на этом и на этом А можно перемещение посчитать как конечная координата минус начальная У меня в конце координата 0 В начале у меня координата тоже 0 Значит наше перемещение суммарное 0 Кстати, вот вопрос Что еще, допустим, на этом графике можно при помощи этого графика найти? Например, можно найти скорости на разных участках Вот представим, что у нас 1, 2 и 3 Ну и пусть будет 4 Давайте найдем скорость на первом участке На втором, на третьем и так далее Ну, значит, на первом участке Как у нас находится скорость? Вот смотрите Скорость, это по сути дела у нас конечная координата Давайте даже формулу сейчас запишем Скорость, это конечная координата Минус начальная координата Делить на время Это из нашего уравнения движения Ну, потому что конечная минус начальная это расстояние Расстояние на время это скорость Супер У нас координата здесь 10 метров, да? Минус 0 метров Интервал это у нас 1 секунда И получается у нас здесь скорость 10 метров в секунду На втором участке На втором участке скорость у нас крайне легко ищется Это 10-10 По сути дела 0, да? Делим на интервал 3 секунды Итого у нас получается 0 метров в секунду Ну, мы здесь покоемся у нас координаты не меняются, поэтому мы здесь покоимся. Теперь смотрите, скорость на участке третьем, конечная координата 0, начальная 10 и интервал времени 2 секунды. И получается минус 10 на 2, минус 5 метров в секунду. Вот что мы нашли вот этим значением, именно минус 5. Я хочу сакцентировать ваше внимание. Если бы у нас спросили бы модуль скорости, модуль скорости на третьем участке, то мы бы ответили бы просто-напросто потом 5. Если у вас задачи спросят, чему равна проекция скорости, то вы прям пишите, то есть вот когда пишут, говорят про модуль only, только положительное, только положительное. Если нам говорят про проекцию, если нам говорят про проекцию, то если знак вылазит, он должен остаться. Почему здесь скорость у нас минус 5 метров в секунду? У нас координата уменьшается, то есть означает, что если у нас оси x направлена в ту сторону, то мы двигались против оси x. Поэтому запомните, если у вас спросят про модуль, пишем только положительную величину. Если спросят проекцию – проекцию перемещения, проекцию, соответственно скорости, или допустим, то что мы будем дальше проекция ускорения то соответственно прям с учетом знака если у вас просят про модуль да то положительная только величина ну и соответственно скорость на четвертом промежутке у нас получается здесь опять же 0 до у нас карната не меняется перемещение у нас 0 поэтому скорость у нас здесь 0 метров в секунду супер я думаю что эту задачу мы в принципе там ее решили довольно таки уже давно да и мы даже дальше еще проанализировали конструкцию что вообще здесь происходит поехали друзья к следующему номеру значит со станции вышел товарный поезд идущий со скоростью 20 метров в секунду в один 20 метров в секунду через 10 минут по тому же направлению вышел экспресс ну давайте что сделаем можно в принципе сразу здесь перевести до 10 минут мы обозначим вот такой буковкой тау это называется еще раз ребята это греческая буква тау по сути дела очень часто мы за то обозначаем время почему я обозначил не т потому что затем и здесь скорее всего будем в этой задаче что не другое обозначать ну и плюс ко всему физики любят иногда выпендриваться и так это греческая буковка тау вот таким вот образом она обозначается 10 минут но в систему си надо перевести в секунды в одной минуте 60 секунд значит получается у нас 600 секунда и так через 10 минут по тому же направлению вышел экспресс скорость которого 30 метров в секунду на ком расстоянии от станции экспресс нагонит товарный поезд смотрите как хочется решить эту задачу если честно хочется ее решить сначала вот каким способом именно через уравнение движений представим себе следующее вот у нас есть станция да она находится допустим в координате равной нулю просто представим что он станция в координате равной нулю у нас вначале вышел товарный поезд да он соответственно двигался со скорость 20 метров в секунду и через 600 секунд выехал выехал экспресс да со скоростью 30 метров в секунду ну что мы можем в принципе посчитать давайте найдем сначала некоторые расстояния с 1 расстояние с 1 это у нас пусть будет скорость в 1 умноженное на тау то есть какое расстояние проехал соответственно товарный поезд получается 20 до метров в секунду мы умножаем на 600 секунд посмотрите кстати как работают нас единицы измерения у нас секунды здесь сокращаются и И получается 20 мы умножаем на 600, ну 2 на 6, это 12 и еще 3 нуля. Получается 12 тысяч метров. 12 тысяч метров у нас прошел, ну то есть 12 километров за 10 минут. Ну, неплохо. Но хотя в целом, да, вот эта скорость 20 метров в секунду довольно-таки, ну да, нормально. Значит, у нас прошел 12 километров, замечательный товарный поезд. И вот давайте, соответственно, здесь с вами скажем, что вот наши 12 тысяч метров, да, 12, пусть это метры у нас, это, соответственно, наша координата начальная. То есть это x02 будет, а это у нас будет x01. Я хочу понять, что вы, точнее, я хочу, чтобы вы осознали, что я обозначаю. То есть мы сейчас начинаем отчет с момента, когда у нас вот здесь выехал экспресс, а уже вот здесь едет товарный поезд. То есть у нас едет экспресс со скоростью v2. Давайте нарисуем даже скорость побольше, да, потому что у него больше. И здесь у нас едет товарный. Товарный находится в координате 12 тысяч метров, экспресс находится в нуле. Теперь составим уравнение движения вот именно начиная с этого момента времени. Получается, что координата товарного поезда, да, от времени, она как у нас будет определяться? Это его x01. Мы двигаемся, ну, мы представляем, что мы двигаемся соноправленно, да, с осью x. Поэтому получается у нас просто будет v1, умноженное на t. У второго точно так же, по сути дела, x2t равно x02 плюс v2, умноженное на t. Хорошо. И что мы дальше можем сделать? В принципе, у нас есть значение, значение координат, значение скоростей. Да, мы можем с вами получить вот такую замечательную историю, что у нас x1. А, ну, хотя давайте в общем виде. Что у нас там спрашивается? На ком расстоянии от станции, на ком расстоянии от станции экспресс нагонит товарный поезд? Вот где-то здесь они нагнались, допустим, да? Где-то здесь нагнались. Произошло это в какой-то координате. Координата x встречи. Ну, понятно, что когда они встречаются, да, когда они встречаются, то их координаты в момент встречи должны быть равными. То есть вот если мы говорим именно в терминах уравнения движения, то в момент, когда они встретятся, их координаты должны сравняться. Правильно? А раз координаты их должны сравняться, то, соответственно, мы что делаем? Мы приравниваем вот это уравнение с этим. То есть записываем, что у нас x01 плюс v1t, ну, это получается t встречи, да, равно, соответственно, x02 плюс v2 на t встречи. Что мы отсюда можем выразить? У нас все известно, кроме t встречи. Ну, кажется, что надо выразить t встречи, да? Давайте, соответственно, все, что связано с t встречи в одну сторону, все, что связано без t встречи в другую сторону. Значит, значит, как мы поступим с вами? Вот эту штуку направо, эту налево, значит, еще раз, вот эту штуку направо, эту налево, и потом развернем наше уравнение. Значит, v2t встречи минус v1t встречи равно x01 минус x02. Еще раз, давайте осознаем, что я сделал, да? Я взял вот эту штуку, перенес направо, это налево. У меня у x02 появился минус, и у v1t встречи появился минус. Но единственное просто уравнение как бы развернул. У нас t встречи и там, и там есть, да, можно вынести его за скобочку. Получается t встречи v2 минус v1 равно x01 минус x02. Ну и выражаем t встречи. Как, соответственно, выразить t встречи? Смотрите, вот эта штука нам известна, эта нам известна, это наше неизвестное. Представьте себе уравнение вида. 2x равно 10. Если 2x равно 10, вы же знаете, чему равен x? Правильно, он будет равен 5, да? Что вы сделали? Вы 10 поделили на 2. То есть вы поделили число, которое стоит без переменной, на число, которое стоит рядом с переменной. Вот то же самое мы делаем здесь. Вот наша замечательная переменная, которую мы, собственно, хотим найти, да? Ну, точнее, неизвестная величина. Эти величины для нас известны. Значит, я должен это поделить на это, чтобы найти t встречи. Итак, t встречи это x01 минус x02 делим на v2 минус v1. Ну, понеслась, да? x01 12 тысяч метров, x02 0. Получается 12 тысяч метров. Мы делим с вами на что? v2 минус v1, да, v2 минус v1. Это у нас получается 30 минус 20. Ну, давайте так и подставим, да? 30 метров в секунду минус 20 метров в секунду. Это 10 метров в секунду. 12 тысяч метров. Если вы поделите на 10 метров в секунду, у вас получится сколько? 1200 секунд. У вас получится 1200 секунд. Значит, через 1200 секунд они что сделали? Они встретились, да? Через 1200 секунд они встретились. И за это время у нас экспресс прошел расстояние, некоторое назовем его S2, равное V2 на t-встрече. Правильно? Правильно. То есть у нас время встречи это как раз то, сколько у нас двигался, по сути дела, получается с момента выезда именно вот этот замечательный экспресс, второй который поезд. Поэтому если возьмем t-встрече и умножим на скорость V2, мы найдем, соответственно, расстояние, на котором у нас произошла встреча. А можно поступить иначе. Можно взять время встречи и подставить куда? Вот в любую из этих зависимостей. Вот в любую из этих зависимостей подставляете, и вы находите тем самым, соответственно, координату. Давайте просто подставим. Например, в x1. x01 это у нас 12000 метров, да? Плюс скорость V1 сколько? 20 метров в секунду, да? 20 метров в секунду. И умножаем с вами на 1200 секунд. Сколько у нас здесь получается? Секунды сокращаются. Ну, 2 на 12. 24 и 3 нуля. Получается 24000 метров плюс 12000 метров 36000 метров. 36000 метров. Ну, или, соответственно, 36 километра, да? 36 километра. Можно было, например, подставить сюда. То же самое получилось бы. x02 у нас равно нулю. V2 это 30 и здесь 1200. 30, если умножить на 1200, тоже получите, соответственно, 36000 метров или 36 километров. Это координата. Координата в момент встречи. Ну, и, значит, расстояние, вот это, которое мы хотим найти, да? Расстояние, которое мы хотим найти, оно, соответственно, как раз равно 36 километров. Все, окей? Мы получили ответ на поставленный вопрос задачи. Но, если мы немножечко с вами, друзья, еще проанализируем, то у нас вот здесь есть довольно-таки интересная формула. Время встречи. И если посмотреть на нее, то можно понять, что ее можно было получить быстрее и проще. Я не говорю о том, какое решение лучше. Я сейчас покажу просто другое решение, порассуждаем над ним. Через относительное движение. Каким образом? Мы с вами поняли вначале, что расстояние между ними 12 километров. Расстояние между ними 12 километров. И в момент, когда расстояние между ними 12 километров, выезжает второй поезд. У нас есть первый поезд, который движется скоростью, соответственно, V1 20 метров в секунду. У нас есть второй поезд, который движется скоростью 30 метров в секунду. Это их скорость относительно чего? Относительно рельсов. Вообще скорость это понятие относительное. Мы всегда скорость смотрим относительно какого-то другого объекта. Что мы можем посмотреть? Мы можем посмотреть, чему равна скорость, например, поезда экспресса относительно товарного. Но они же едут в одну сторону Поэтому получается, что скорость нашего замечательного экспресса Относительно товарного Это сколько? То есть если мы условно скажем, что мы перейдем в систему отчета товарного поезда То есть мы будем смотреть на движение поездов не относительно релиз А относительно, соответственно, товарного поезда То наш товарный поезд, получается, относительно сам себя он не двигается Ну вот я относительно сам себя же не двигаюсь, да? Поэтому товарный поезд не двигается а экспресс будет двигаться относительно товарного поезда со скоростью 10 метров в секунду. При этом в начальном моменте времени, когда выехал экспресс, расстояние между ними было сколько? 12 тысяч метров, да? Тогда что можно сделать? Кажется, расстояние 12 тысяч метров, если это покоится, да? То типа за какое время вы пройдете это расстояние? Вы берете 12 тысяч метров, делите на 10 метров в секунду и получаете сколько? 1200 секунд. Через такое время они догонят друг друга. Вот то же самое мы здесь, по сути дела, делаем. Вот у нас расстояние между ними делим на относительную скорость, да? Только здесь мы не переходили ни в какие системы отчета, это первый способ. А можно вторым способом рассмотреть движение экспресса относительно товарного поезда. Довольно-таки интересная идея. Ну а потом, чтобы найти уже полное расстояние, мы делаем то, что сделали, соответственно, в первом способе. Итак, думаю, с этой задачей понятно, да? Поехали к следующему номеру. Следующая задача. Определите скорость течения в километрах в час. Если скорость теплохода вниз по реке 22 км в час, вниз по реке это по течению. Ну потому что течение у нас, типа, направляется вниз, да? В реке. Соответственно, вниз по реке у нас скорость по течению 22 км в час. Скорость против течения, против течения 18 км в час. Что у нас спрашивают, соответственно, нам надо найти скорость самого течения. Давайте обозначим ее как у, скорость течения. Ну, смотрите. Как считается скорость по течению? Скорость по течению это скорость, соответственно, теплохода, да? Плюс скорость течения. Как считается у нас скорость против течения? Скорость против течения это скорость теплохода минус скорость течения, правильно? Как раз вот немножечко говорим про относительное движение, по сути дела. Окей. У нас получается система двух уровней с двумя неизвестными. Что мы можем сделать, господа? Например, мы можем сложить эти два уравнения, и у нас скорость течений сократятся. Или можно, например, вычесть. Вычесть из верхнего уровня нижнее. Если мы вычитаем из верхнего нижнее, то вы из левой части вычитаете левую. То есть получается v по течению минус v против течения. v против течения. Равно v плюс утечения, v плюс утечения, минус v, минус минус утечения. То есть получается плюс утечения. Потому что вот здесь стоял минус, но мы вычитаем из правой части правую часть. Вычитание дает нам сокращение v, и у нас получается утечения плюс утечения. То есть два утечения. Два утечения равно вот этому. То есть еще раз. Утечения, утечения. Два утечения. Два утечения равно этому, значит само утечения. У нас равно v по течению минус v против течения, деленное на 2. 22 минус 18, и то, и то в километрах в час, поэтому так и пишем, километр в час на 2. 22 минус 18, это у нас 4, 4 на 2 получается 2 километра в час. То есть скорость течения у нас 2 километра в час. Ура, мы молодцы, мы решили задачу. Обратите внимание, здесь мы опять работали вне системы C, потому что у нас все уравнение было просто про скорости. Ну и получается мы четко контролировали единицы измерения. Подставили в километр в час и просто получили километр в час. Никакой проблемы в этом нет. Окей, погнали к следующему номеру. В течение первых 5 часов поезд у нас двигался со средней скоростью 60 километров в час. Давайте напишем, да? Скорость у нас 60 километров в час в течение первых 5 часов. Окей. А затем в течение 4 часов, затем в течение 4 часов, Т2 у нас 4 часа, мы двигались с скоростью 15 километров в час. Мы двигались с скоростью 15 километров в час. Что нам нужно с вами найти? Найдите среднюю скорость поезда за все время движения. Итак, нам нужно найти среднюю скорость поезда за все время движения. Еще раз давайте вспомним с вами начало занятия. Как у нас находится средняя скорость? Средняя скорость это весь путь поделить на все время. Как мы найдем с вами весь путь? Весь путь, соответственно, это то, что мы прошли в начале, да? 60 километров в час мы умножаем на 5 часов. Плюс, соответственно, 15 километров в час мы умножаем на 4 часа. Ну, потому что скорость умножая на время, мы получаем, очевидно, расстояние, да? Это то, что мы прошли вот здесь, 300 километров. Еще здесь мы проходим 60 километров. И делим на суммарное время. Наше суммарное время это 5 часов плюс 4 часа. Итак, смотрите. Вот здесь, например, часы у нас сокращаются. То есть мы как раз в числителе получаем, что километры, да? 60 умножить на 5, это у нас 300. 15 на 4, 60. То есть получается 360, единицы измерения не забываем, господа, километры, да? 5 часов плюс 4 часа, получается суммарно у нас, друзья, 9 часов. Итак, средняя скорость это 360 километров делить на 9 часов. 360 делим на 9, сколько получается? Получается 40, да? 40 километров в час. Вот наша, пожалуйста, средняя скорость. И как вы можете заметить, что средняя скорость здесь явно не равна чему? Среднему арифметическому. Да, если вы сложите 60 плюс 15 и поделите пополам, у вас не получится, увы, 40. И давайте как раз посмотрим, как это все еще выглядит в следующей задаче. Вот следующий номер будет более интересный по поводу средней скорости. Поехали. Итак, финальная задача на сегодня. Что у нас здесь происходит? Условия вы видите на экране. Значит, первую половину пути Автомиль прошел с скоростью 40 километров в час. Вторую со скоростью 60 километров в час. Найдите среднюю скорость автомобиля на всем пути. То есть нам дали две скорости. 40 и 60 километров в час. Сказано, что на первой половине пути мы двигались с такой скоростью, на второй половине именно пути мы двигались с этой скоростью. Ну, интуитивно нам хочется написать, да, что у нас средняя скорость, соответственно, 50 километров в час. Так ли это на самом деле? Увы, так не работает. Нельзя просто взять, сложить две скорости и поделить пополам. То есть не является у нас средняя скорость средним арифметическим. Ну, а точнее в некоторых ситуациях является, в некоторых нет. Давайте поймем, когда это будет правда, а когда нет. Вот именно в этой задаче это неправда. Что у нас вообще здесь написано, да? Первую половину пути автомобиль прошел со скоростью 40 километров в час. Именно половину пути. То есть представьте себе, что вот у нас весь путь. Вот у нас весь путь. И мы наш путь разделяем на две части. Здесь S и здесь тоже S. Здесь мы с вами двигаемся со скоростью V1. Смотрите, у нас именно в этой конструкции одинаковые что? У нас одинаковые участки по длине. Поэтому я все буду стараться выразить именно через вот эту переменную S. Если я здесь двигаюсь со скоростью V1, да, расстояние S, а здесь со скоростью V2 расстояние S. Какое время я буду здесь двигаться? Некоторое время T1 равное S деленное на V1, правильно? Это на первом участке. А на втором участке время моего движения будет S деленное на V2. Хорошо, вот таким образом мы записали. Что дальше будем делать? Ну, нам надо найти как-то среднюю скорость. Что такое средняя скорость? По определению средняя скорость это весь путь деленный на все время. Чему равен наш весь путь? Мы здесь проходим расстояние S. И здесь мы с вами тоже проходим расстояние S. То есть суммарный наш путь или весь путь это 2S, так? Здесь мы движемся время T1. Здесь мы движемся время T2. То есть это T1 плюс T2. Что мы дальше можем с вами сделать? Ну вот я специально выражал именно время T1 и T2 через одну и ту же переменную. Ну, через одну и ту же неизвестную величину S. Вот изначально давайте посмотрим на то, что у нас дано всего две скорости, и мы вводим дополнительные переменные. Посмотрите внимательно, я не работаю здесь с числами, да? Я работаю здесь именно, соответственно, с величинами. Это самый важный навык физики. Мы должны уметь работать именно с вами с величинами. Я ввожу дополнительную величину S в надежде на то, что она потом как-нибудь сократится. И она действительно сократится, мы сейчас это увидим. Смотрите, вот T1 у нас выражено как раз через неизвестную величину и известную скорость. T2 через неизвестную величину и известную скорость. Ну, причем через ту же самую неизвестную величину, что и здесь я вводил, да? Итого у нас получается, что T1 это S деленное на V1. T2 это у нас S деленное на V2. Что мы дальше можем здесь сделать? Ну, наверное, привести, соответственно, к общему знаменателю, да? То есть здесь домножим на V2, здесь домножим на V1. Итого у нас с вами получается 2S мы делим с вами. Значит, здесь на V2 у нас получается S V2 плюс S V1. Ну, и деленное на V1 умноженное на V2. Значит, у нас получилась вот такая вот многоэтажная дробь. Как избавиться от многоэтажности? Ну, у нас первоначально была именно вот эта черта дроби. Давайте эту черту дроби заменим на знак деления. То есть она изначально у нас была вот в этом уравнении. В общем, в этой дроби, да? У нас изначально эта черта, по сути дела, является как бы как последним действием, да? То есть понятно, что мы двойку умножим на S, мы складываем время и потом уже вот это все расстояние делим на все время. Так как это последнее действие, то мы заменяем именно тут последнее действие черту дроби на знак деления. То есть мы 2s поделим вот на эту дробь, но если вы 2s поделите на эту дробь, у вас вот эта нижняя дробь перевернется. И у вас получится 2s, умноженное на v1, v2, поделить. Вот здесь sv2 плюс sv1. s у нас одинаковое, можно вынести за скобочку. Получается sv1 плюс v2. Что мы дальше можем сделать? То, что мы и хотели на самом деле. Смотрите, вот s у нас сокращается. Нельзя s принять равное типа 1 километру 10 километров s. Это просто некоторое расстояние s. И оно у нас в данном случае сократилось. Все, теперь мы можем подставить наше значение. То есть у нас получается 2, умноженное на 40 километров в час. Умноженное на 60 километров в час. И делим на сумму. Сумма у нас получается 100 километров в час. Километры в час у нас по одному разу сокращаются. Того мы получим ответ именно в километры в час. Значит здесь можем сократить вот таким образом. 2 на 4 это 8. И 6 у 8, 48. Итого у нас получается. Давайте здесь напишем, что средняя скорость в этом случае у нас вышла 48 километров в час. Посмотрите внимательно. Это никак не 50. Да, вроде близкое значение. Но все же это не 50. По поводу, кстати, средних значений. Помните следующее, что если вы хотите найти среднее значение, ваше среднее значение должно быть больше минимального и меньше максимального. Что логично. Просто некоторые, допустим, к примеру, считают, считают, получают здесь, не знаю, 70 километров в час. Такие, ну да, тут 40, тут 60, а средняя скорость 70. Нормально, все хорошо. И погнали. Среднее значение должно быть всегда между, да, минимальным и максимальным. Что хочется мне здесь в этой задаче еще сказать. Смотрите. Вот тут у нас была конструкция с тем, что у нас есть два участка движения. И первую половину пути автомобиль ехал со скоростью 40, вторую половину пути со скоростью 60 километров в час. Но вот если условия чуть-чуть поменять и сказать первую половину времени. Вот давайте рассмотрим такую ситуацию. Первую половину времени мы едем со скоростью 40 километров в час. И вторую половину времени мы едем со скоростью 60 километров в час. То есть, если в этой задаче у нас была именно половина пути, то мы сейчас рассмотрим половину времени. То есть, представьте, что мы движемся с вами в течение времени некоторого 2t. И мы разделим с вами наш весь путь на два участка. На первом участке я двигался в течение времени t. И на втором участке тоже буду двигаться в течение времени t. Понятно, что на первом участке я ехал со скоростью v1, на втором со скоростью v2. И так как скорость v2 побольше, чем v1, то значит второй участок у меня будет иметь большую дистанцию, нежели чем первый участок. Вот тут идея следующая. Если все время движения у нас 2t, то есть здесь я двигаюсь t и здесь t. Вот здесь я выражал все через s, потому что у нас были именно участки по одинаковому расстоянию. А здесь у нас участки будут по одинаковому времени. Поэтому здесь я буду дистанцию s1 выражать как v1 на t, а здесь соответственно s2 равная v2 на t. То есть вот здесь мы все выражали именно через расстояние s, пытаясь от него потом избавиться. Здесь мы будем все выражать через время t, потому что у нас именно есть 2 участка одинаковые по времени. То есть еще раз, это формулировка задачи следующая. У нас автомобиль первую половину времени ехал со скоростью 40 км в час, вторую половину времени ехал со скоростью 60 км в час. Среднюю скорость мы в любом случае рассчитывать будем по формуле. Весь путь деленный на все время. Весь путь у нас чему равен? Это s1 плюс s2 деленное на общее время, ну получается условно t плюс t. s1 это у нас v1t, s2 это у нас v2t и поделить на все время 2t. Получается средняя скорость равна сколько? Но если мы на t сократим, у нас получится v1 плюс v2 деленное на 2. Ну потому что t можно что сделать? Условно его можно как бы вынести за скобочку, у нас получится v1 плюс v2, да, умноженное на t. И дальше мы с вами на t сокращаем. Здесь у нас тогда получается 40 плюс 60, да, ну давайте окей напишем 100, 100 км в час, 100 км в час. И делим на 2. Получается 50 км в час. Вот здесь, вот здесь средняя скорость у нас совпала с тем, что мы условно интуитивно предполагали. Ну потому что здесь у нас именно было разделение по времени, а вот здесь разделение по, скажем так, одинаковым участкам именно расстояния, к которому мы проезжаем. Какой вывод надо сделать? А, ну вот здесь же получается формула работает, да, а здесь просто не работает. Ну просто здесь корявая конструкция, здесь хорошая. Нет, вывод надо сделать другой, друзья. Вывод следующий. Если у нас есть некоторое интуитивное представление, какая должна быть формула, докажите ее. Есть определение, есть законы, они работают, они выполняются, да? А есть некоторое такое интуитивное ощущение того, что вот оно, скорее всего, так должно работать. Но не доверяйте интуиции, она, наверное, нас обманывает, к сожалению. Поэтому, если вам что-то кажется, ну вот кажется, что оно должно быть вот так, попробуйте это доказать. Отвыкайте работать с числами, учитесь работать именно с буквами. В физике очень важно уметь работать именно с формулами, работать именно с буквами. Поэтому отвыкайте от чисел, привыкайте к буквам. Привыкайте именно доказывать формулу. Ну пожалуйста, вот если у нас именно половина времени, половина времени, реально как среднеарифметическое. Если у нас половина пути, нет, увы, это у нас уже получается не среднеарифметическое. То здесь у нас выходит, соответственно, значение некое, ну оно так называется, как среднегармоническое. То есть вот здесь, да, у нас среднеарифметическое при времени, при одинаковых участках именно по времени. При одинаковых участках по расстоянию это называется, на самом деле, среднегармоническое. Но можно не заморачиваться не тем, как это называется, как это вычисляется. Самое главное – понять идею. Идея простая. Чтобы найти среднюю скорость, вы должны поделить весь путь на все время. Если вам неизвестен весь путь, если вам неизвестно именно все время, введите переменную. Удобнее всего здесь было ввести переменную s, потому что у нас одинаковые участки пути. А здесь переменную t, потому что у нас одинаковые участки по времени. И через них, либо через s, либо через t, выражаем все остальные величины. Вот она основная идея, вот он основной алгоритм. Чтобы найти среднюю скорость, берем весь путь и делим на все время. Итак, на сегодняшнем занятии мы с вами рассмотрели, что такое равномерное движение, что такое путь перемещения, что такое уравнение, ну, соответственно, уравнение движения, то есть зависимость координаты от времени. Посмотрели, как находится средняя скорость И порешали много интересных задач Ну что, мой друг, сегодня мы разобрались с тем, что такое равномерное движение Как оно работает, мы порешали много интересных задач Напоминаю, что если ты хочешь получить конспект-файл по данному ролику То иди по ссылочке в описании, забирай файл в описании Также не забудь поставить лайк этому ролику И подписаться на этот YouTube-канал Ведь здесь много контента, посвященного физике Много контента, посвященного подготовке к ЕГЭ-олимпиадам И также будет много в дальнейшем выходить этого контента До встречи в новых роликах, на новых вебинарах и на новых занятиях Пока!